Всем привет! В этом ролике я покажу, как в Экотекте создавать геометрию. И мы настроим расчетную сетку. Далее мы попробуем произвести расчет освещенности, уровень освещенности, кео. Вот, давайте, значит, приступим к созданию геометрии. Значит, Экотект обладает, вполне достаточно специфическим 3D-редактором, но, в принципе, здесь можно производить базовые, скажем, построения, и они, все объекты имеют параметризацию, и редактировать достаточно удобно, даже иногда удобнее, чем в каком-нибудь скетчапе. С чего я начну? Я создам плоскость, я могу бы создавать зону сразу, то есть объемный объект изначально. Я создам плоскость, которую потом выдавлю. Нажимаю, выбираю план F5, и создадим достаточно такой приличных размеров объем. Значит, я вижу, что она у меня прямоугольна. Теперь мне не нужно ее замыкать, просто нажму Escape. F8, перспектива. И дальше выдавливание я произведу в данном случае через меню о выбранном объекте и перейду в Extrusion Vector. Вот, значит, иногда вот здесь эти клавиши не появляются, значит, мы просто переключаемся между параметрами, и они начинают отображаться, и теперь просто выдавливаю на нужную мне высоту. Вот я получил блок, скажем, давайте сделаем его повыше. Также я мог это делать через правую клавишу мыши, Transform, Extrude, но и буду так указывать вектор. Также это можно было бы сделать через вот эту закладку, Object Transformation, и выбрать Extrude, в данном случае правильнее было бы выбрать, Extrude Normal. Тоже указать необходимые параметры. Значит, в окошке Visualize мы наблюдаем этот объект. Если он немножко глючит, нажимаем ее в 8, и он сбрасывает искажения, либо View, допустим, Zoomed Objects. Вот. Теперь мне нужно создать окна. Так, перейду в 3D-редактор, где я могу только редактировать геометрию. Выберу мне нужную стену. Мне вот эта нужна, но сейчас я попробую переключиться с помощью пробела. Да, это работает. Я переключаюсь на нужную, на смежную грань. Правой клавишей выбираю Insert Window. Далее переключаюсь с помощью клавиши F6 или F7, в зависимости от нужного вида. в протагональную проекцию. Нажимаю Escape. Восемь. Далее я могу адаптировать размеры окна относительно грани. Значит, окно является по отношению к стене, то есть к этой грани производным и производным объектам, а вот эта грань, она это родительский объект, так называемый. Значит, я могу поменять относительно родительского объекта параметры вот этого производной. Set Child Extents. Здесь выберу самое простое меню, либо Absolute Dimensions, либо Absolute Edging Set. Относительно отступ со всех сторон. Значит, здесь мне нужно выбрать, ну, допустим, 3 метра. Так, неправильно. 3 метра снизу, давайте сделаем 900. И высота, пусть будет 3 метра сверху. Apply. Нет, не пошел. Ты бы указал не 900, а 9000. Apply. Close. Ну, допустим, это у нас какая-то витрина, так скажем. Далее настроим расчетную сетку. Но перед этим я советую загрузить сразу же климатические данные. В принципе, он может и без них делать, но тогда это будет не совсем корректно. Russian Moscow. Это, напоминаю, находится в C. Program Files Autodesk. Open. Да. Date. И теперь мне нужна расчетная сетка. Значит, захожу в Analysis Grade. Display Analysis Grade. Видим ее. Она сейчас вылезает за пределы помещения. Но это не страшно. Мы сейчас можем автоматически ее вписать в форму. Значит, выбираю здесь Type of Fit Within. Внутри всех видимых объектов. У меня выделено нет, поэтому опции это не активно. По XY плоскости. Ну и, в принципе, все остальное нормально. Вот здесь Boundary Insight. Нужно поставить 100. Ну и, во всяком случае, не 0. Потому что иногда возникают некорректные результаты при соприкосновении сетки и грань. Но это настраивается при точности расчета. Окей. Да. Все сбросить. Окей. Теперь я хочу еще проверить трехмерность этой сетки. Как она выглядит. Для этого выбираем Just Grid Extents. Managed Just Grid Extents. Ага. Ну вот у меня, в принципе, она вся вписана уже. Если мне нужно было бы ее поправить, то я бы просто кликал на выбранную. Сначала выбирал бы вершину, кликал, перемещал бы всю сетку или двигал бы в высоте. То есть тоже, или, допустим, я кликаю на эту вершину и двигаю, соответственно, по вот этой оси. Вот. Но мне этого не нужно. Сейчас я еще раз проверю. Все ли мне так. Ну вот я уже куда-то ее увез. Тащил. Сейчас я выставлю примерно так. Приключусь F6 вид. И здесь. Допустя, она будет вот таким образом. Так. F8. Теперь. Значит, я создал вот эту трехмерную сетку. Еще раз я проверю. Да, у меня все нормально. И мы, когда, если укажем Экотекту просчитывать всю сетку, в том числе и по оси Z, то тогда мы получим результаты по всем направлениям. Мы сможем производить такой всесторонний, как бы, анализ. Если мы этого не указываем при расчете, тогда он не считает всю массу. Считает только плоскость, которую видим. Вот. Теперь, собственно, перейдем к анализу освещенности.